Нижний Тагил Лисья гора в центре заводского поселка, а с 1919 года – города. Вершину Лисьей горы венчает каменное здание башни. Она была построена в 1818 году. За 200-летнее существование меняло свой внешний облик и предназначение. 6 августа 2015 года в башне на Лисьей горе открылся музей, где вниманию посетителей представлен панорамный снимок. Он был создан из нескольких фотоснимков, выполненных с вершины Лисьей горы, и отражает архитектурный облик Нижнего Тагила в конце XIX века. В центре находилась площадь. Она была призвана выполнять представительские функции, поэтому здание, находившимся на ней, придавалось особое значение. Называли ее, привязывая к разным доминантам, то соборной по входу Иерусалимскому собору, то предзаводской или заводской. Формирование ансамбля площади проходило на протяжении двух веков и было завершено в 1852 году, когда в центре был установлен памятник Николаю Никитичу Демидову, работы французского скульптора Франсуа Жозефа Базио. Административно-усадебный ансамбль формировался на протяжении 1830-40-х годов и имел планировку замкнутого коры. В него входили здания как XVIII века, флигель на каменном полуэтаже, главный господский дом, так и XIX века, центральный корпус завода управления, лабораторный флигель и дом управляющего. Здание главного Демидовского завода управления построено в 1830-х годах в стиле классицизм. Его автор – известный архитектор Александр Зиновьевич Комаров. До 1917 года отсюда осуществлялось управление всеми заводами и рудниками Нижнетагильского округа в связи с Московской, Петербургской и другими конторами Демидовых в России и за рубежом. В советское время здесь находился городской совет. В 1997 году этот памятник истории и архитектуры федерального значения был передан Нижнетагильскому музею-заповеднику. Сейчас в нем расположены выставочные залы и администрация музея. Лабораторный флигель здания завода управления был построен в 1830-е годы. Здесь располагались химическая лаборатория, архив Демидовских заводов и заводская библиотека, учрежденная в 1854 году Андреем Николаевичем Карамзиным, главноуполномоченным Нижнетагильских заводов. По распоряжению Павла Николаевича Демидова в 1841 году был учрежден Музеем естественной истории древностей, один из первых музеев на Урале, предшественник современного музея-заповедника Горнозаводской Урал. Нижнепровианский склад был построен во второй половине XVIII века. Верхнепровианский склад был построен позже, в начале XIX века. Имена архитекторов и мастеров-каменщиков неизвестны. Здесь хранились провиант и запасы железа. Верхнепровианский склад расположен севернее Нижнего склада, выше по склону рельефа местности, откуда и произошло название Верхний. Сейчас в Нижнем Провианском складе находится фондохранилище Музея-заповедника, а в Верхнем – Музей природы и охраны окружающей среды. В 1828 году по распоряжению Николая Никитича Демидова для заводского госпиталя было построено двухэтажное каменное здание в стиле классицизм по проекту Александра Петровича Чеботарева. Вокруг основного корпуса располагались четыре флигеля, из которых в настоящее время сохранилось лишь два. В них размещались аптека с лаборатории, старческий приют, квартиры медиков. В этом здании и по сей день находится городская поликлиника, которая носит название Демидовская. За долгие годы своего существования Нижний Тагил менял свой облик, расширялся, и там, где когда-то была окраина заводского поселка, теперь находятся жилые дома, магазины, культурные и образовательные учреждения. Дореволюционные и современные постройки гармонично соседствуют друг с другом. И этим великолепным пейзажем можно любоваться во время прогулки на лесе и горе.